Всем привет! Сегодня в обзоре советский двухватный комбик Escort, выпускавшийся с 1971 года на московском опытном заводе Агрегат. Этот небольшой настольный усилитель массой в 4,5 кг, помимо домашнего музицирования, также использовался для усиления микрофона, магнитофона, радиоприемника и прочей аппаратуры. С виду очень напоминает советское радио. Первое, что бросается в глаза, конечно же, шериф надписи Escort, разобрать его мега сложно. Помимо названия, на передней панели имеется индикатор включения питания и три регулятора. Первые два это раздельная регулировка тембра по низким и высоким частотам, ну и третий регулятор это мастер громкость с включением усилителя. На правой боковой панели расположены три советских входа под DIN-5, отмаркированные количеством точек. Они, кстати, различны по чувствительности входного сигнала. Сзади усилителя имеется отсек, прикрывающийся крышкой, в котором помимо информационной бирки и неотсоединяемого сетевого провода, находится разъем питания от автономных источников, разъем под вилку на внешний динамик и переключатель питания 127-220 вольт. Комби, кстати, выполнен на девяти германевых транзисторах с динамиком 4GD28 на борту. Полоса воспроизводимых звуковых частот от 80 до 12500 Гц. Максимальная выходная мощность 4 Вт, коэффициент нелинейных искажений не более 3%. Максимальная выходная мощность 4 Вт, коэффициент нелинейных искажений не более 3%. Максимальная выходная мощность 4 Вт, коэффициент нелинейных искажений не более 3%. Если не обращать внимания на жуткий фон, то в общем и целом весьма удачный усилитель по тем временам. Звук хоть и простенький, но зато очень теплый, как сейчас принято говорить, винтажный. Особенно понравилось звучание ритмических партий. Правда 2 Вт, конечно, маловато для советских гитар с небольшим выхлопом. Урал по громкости приходилось выкручивать на максимум. Мустанг звучал гораздо громче. Кстати, если подключить педаль с перегрузом, то тут-то и раскрывается вся рок-н-рольная сущность комбика. Он превращается в живого рычащего зверька. Ощущения непередаваемые. Ощущения непередаваемые. Ощущения непередаваемые. Ощущения непередаваемые. Ощущения непередаваемые. Ну а на сегодня это все. Не забывай делиться своим мнением в описании под видео и если не подписан, подписывайся на канал, потому что впереди еще больше интересных раритетов. Всем пока!